МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горьи держать, не на солнышке лежать. Доходы и расходы семьи Борисовых из Жерновки. Пришел май, не зевай. Почему майское сливочное масло самое вкусное? Домашний рецепт от умелой хозяйки. В архивах 1812 года уже встречается упоминание о Жерновке. А три года спустя ее официально признали населенным пунктом и внесли в госреестр. Своим названием она обязана рыбаку и охотнику Григорию Жернову, который жил на заимке на берегу озера. К нему стали переселяться жители деревни Старенко, у которых пропала вода в колодцах и займище. В конце 19-го и начале 20-го века это было обыкновенное сибирское село. Пахали землю, занимались кустарными промыслами. Было несколько мельниц и кузница. Жерновку населяли мастеровые люди. Шорники, колесники, углежоги. Были свои сапожники и портные. А в каждом доме имелся ткацкий станок, за которым долгими зимними вечерами женщины ткали холсты и редно. Несколько поколений сменилось с тех пор. Но сегодняшние хозяюшки не утратили тех навыков, что передавались из поколения к поколению. Шить, вязать, мастерить. Местные рукодельницы даже освоили современные виды творчества. Цветы из холодного фарфора любую выставку украсят. Недаром эта мастерская при Доме культуры на весь район славится. Первые места занимают, гранты выигрывают. Сегодня в Жерновке проживает около 600 человек. Общественного производства нет. Основные доходы с подворья до тех заработков, что привозят мужики, работая на севере. Деньги по нынешним временам не очень большие. И все же копеечка к копеечке за несколько лет собрали средства на постройку часовни. Своей церкви в Жерновке никогда не было. О ней только мечтали. Какую-то лепту внесли спонсоры, чиновники районной администрации. Да богатый дядюшка из Омска привез купол. А иконы с ликами святых жертвовали прихожане. Даже из других сел приезжали не с пустыми руками. Вот так, с миру по нитке. На церковные праздники здесь отправляет службу отец Павел из Называевки. А местные девчата сейчас репетируют песнопение, чтобы на всю округу слышалась молитва, благословляющая их дом. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен, благословен тот дом. Виктор Кривонос считает себя старожилом в Жирновке, самым неуроженец этих мест. Но говорит, если прожил здесь полвека, и тебе уже за 70 имеешь полное право судить о временах ушедших. Конечно, с ностальгией. По той безвозвратно ушедшей молодости и той насыщенной жизни, когда, кажется, все по плечу. Когда я приехал, молодой здесь председатель, работал тоже такой энергичный, творческий, но хотел деревню сделать красавицей. И все для этого делалось. Квартиры строились, и дом культуры, и садик, и школа, все. Все, как говорится, это... Но потом случилась беда, он 44 года умер. Вот. Ну, потом, я говорю, все неплохо было, держались, другие пришли. Но дело в том, что потом, вот, когда хозяйству как такового не стало, отсюда пошли своеобразные беды. А что было в хозяйстве, держали? Крупный рогатый скот, да? Крупный рогатый скот основной это было. Свиньи были, свиноферма была. Овец держали, ферма была. И даже одно время кур держали. Хозяйство было на подъеме, а он, главное, за тихий, которому доверили это общественное добро, говорит, жили не то, жили. Считает, история все растает по своим местам и отведет в несоответствующее место тем, кто взялся ломать, переустраивать. И вышло, как всегда, у русского мужика до основания. Хозяйство ликвидировали, как таковое, объявили банкротом. Работы не стало. Люди начали, кто уехал, кто на вахты. Ну, кто занялся своим делом. Ну, своим делом у нас немного. Некоторые попробовали потом это. Побросали? Да, потому что, ну, вот участок небольшой, надо работать, трудиться. А если эти гектары, которые нам определили... То техники нет. Да, все мало. Технику очень дорогая купить. Я говорю, я, наверное, больше всех зарплату получал, когда главой работал. Ну, я, кроме, как тот, скажем, не то, что технику, а машину старую взял, и то кредит. Последние годы Виктор Сергеевич работал главой местной администрации. При нем строили церковь, проводили газ и воду. Думал, что хоть этими благами цивилизации удастся удержать людей в селе. Не очень-то получилось. 52 дома в деревне, это, считай, целая улица, не жилые, на продаже. Работы нет, поэтому у молодых семей очень мало. В основном, кому плюс 60. Это почти сверстники Виктора. Когда вдовел, вовсе отошел от общественных дел. Занялся своим подворьем. Вернее, садом, огородом. Меня в огород тянет, понимаете? Там мое своеобразное хобби или болезнь, или не знаю что. Но мне вот... Я приду, я знаю каждый цветок, каждую яблоню, какой сорт, как что-то надо с ней делать. Вот это гвоздика турецкая. Она мне нравится. Она сравнительно долго цветется. Вот поэтому я ее посадил. Вот несколько кустов. Это вот мак цветочный. Огромнейшие бутоны, когда расцветет, такой ярко. Ну, нравится мне. Это фиалки в простонародье называют. Они очень наглазки. Ну, они сами и выскакивают. Но они мне все равно нравятся. Для меня цветов плохих не бывает. Сад-огород у Виктора разбит на три зоны. Цветник пользуется особой заботой хозяина. Холит, лелеет, оберегает. Даже пустую банку подвесил на ветке. Говорит, от кротов. На ветру гремит, грозунов пугает. Повадились они, в соседнем саду корешки растений грызть. На своем участке кротов Виктор пока не видел. Но, как говорится, от беды подальше. Вот это вот пионы, мои любимые цветы. Когда-то в молодые годы колес к дедушке, к одному воровать сама-то. А он нас поймал и так хорошо приложился, что мне с тех пор начали нравиться пионы. А детство Виктора Сергеевича прошло в Брянской области, в село Запольске, Халевичи. Находится недалеко от границ Белоруссии и Украины. Оттуда пошел род Кривоносов. В середине 70-х по делам службы побывал он в родных краях. И так захотелось ему поворошить прошлое, докопаться до родоначальника, хотя бы того, при ком отменили крепостное право. Заехал еще на родину погостить. Живой был отец, он с 14-го года. Еще один родственник, он с 900-го года был. И они мне вот начали что в это рассказывать. Я это все записал, зарисовал. И потом уже потихоньку собирал. Сейчас я очки возьму. Да, в 1840-м году это уже родился сын родоначальника Ефимия, Иван Ефимович Самата. Потом от него пошли потом уже Михаил Иванович. Потом уже Григорий Михайлович, это уже мой дед получается. Потом вот отец Кривенос Сергей, потом уже я, потом мой сын. И, к сожалению, внучка, я говорю, надо было у внука сама, чтобы род продолжить. Значит, вторая детка пошла, это тоже от Ефимия. Сюда пошла и сюда пошла. А потом уже от сына Ефимия, Касьян Ефимович, от него пошли тоже ветка. Ну и вот таким образом. Поэтому я считаю... Сколько вы лет собирали свою родословную? Да, ой, собирал. Это где-то в 70-х начал сам это. И потом уже закончил. Будем говорить, не так давно еще. Последний раз, 5-6, ездил на родину еще, уточнял там, а кто у этого родился, а кто у этого. Вот такое родословное древо вырастил. Ветвистое, могучее. Это в переносном смысле. А в прямом у него сибирские яблоньки. Три сорта. Кстати, из сельгульской селекции. Название одной смешное. Овечий носик. Плоды маленькие, но сладкие. А еще слива растет. Молодая, еще не плодоносила. Красная и черная смородина. В этом году впервые на общественном огороде не стал сажать картошку. Три небольших участка выделил у себя. Зимний чеснок вылез, огурцы под пленкой сидят. А вот рассаду помидоров еще не решился в грунт высадить. Майские ветра мешают. Да заморозки синоптики пророчат. Сын мне смеется. Говорит, пап, ты опять помидор понасадил? Еще, по-моему, позапрошлогодние в подвале стоят. Ты, говорит, ты хоть или ешь их, или что, или отдай кому-нибудь. А помидоры тоже сами закатываете? Нет, вот помидоры, жена живая была, она закатывала. А вот в прошлом году сноха закатывала. Вот что не делаю я, так это вот, я только занимаюсь производством, выращиваю. Ну, а вот это наша небольшая пасека. Начали мы заниматься, занимаемся с сыном. Вот, мне одному уже тяжеловато, начиная перетащить. Начали заниматься с 12-го года, значит, и вот по сей день понравилось нам. Вот, во-первых, с ними очень интересно работать сама-то, вот, даже наблюдать. На семейной пасеке 9 ульев. Каждый год домики вывозят в лес, туда, где растет дикий домик и разнотравья. Мед, говорит хозяин, очень вкусный, много его не бывает. Ну, хватает и сыну, и гостей приветить, да еще немножко продать. Гости у вас, удачи. Ой, понятно. И часто у вас девушки навещают? Ну, они не дают скучать мне. Я сам, можно сказать, как приехал сюда в художественной самодеятельности, постоянно участвовал. Вот. Браво, молодцы! А для гостей уже и чай в беседке накрыт. Да не простой, а с настоящего самовара, где вода от вишневых веточек греется. Да еще заварка на смородиных листочках настояна. И мед с пасеки. А блинчики захватила с собой добрая соседушка Люба Волтова. Блины с творогом из овечьего молока. Вкуснятина. Местные жители привыкли к простой пище, что на подворье и огороде, то и на столе. А еще грибы, ягоды, дикоросы. Пожаловали женщины прямо с репетицией. Их пригласили принять участие в концерте, который скоро состоится в областном центре. Ансамбль горницы там знают и всегда ждут. А новые песни всегда проверяют на добровольном слушателе. Виктор и совет добрый даст, да и сам подпоет иногда. Виктор Сергеевич, мы тебе песню сейчас споем. Давайте. Я за. Не выбирай красивую, красивых любят все. Не бери ее в балованной, целованной красе. Браво! Песню хорошую. Песня замечательная. Так повелось в пятницу для Виктора Сергеевича. Как правило, день приема гостей. К вечеру ждет племянника из города с семьей. Может и сын подъедет. Вся родня знает, что лучше кривоносовской баньки во всей округе не сыщешь. Построена она по всем правилам. Предбанники, галышки, от которых жар идет, деревянные полки для любителей попариться и веники. У них хозяин долго знает. Каждое лето сам готовит. В лес ходит. Я думал, дубовые жесткие. Они, кажется, когда запаришь, его тоже неплохо. Но березовые все равно лучше. И запах березы вот этой и парится. А липовые бывают? Да, липовые. У нас же мама были. Ездили с этим. Липовые где-то тут. Липовые. Да они не пахнут. А когда заготавливаете березовые веники? Только строго после Петрова дня. И до... 19 июля. До этого, до 2. 12 и до 2 ауста или иного дня. Лист хороший. Лист хороший, лечебный, целебный, цемнат. И сколько вы веникам заготавливаете? Сколько надо? Как кто-то скажет, если вот девчата будут ходить, так много заготовлю. А если одному мне, так это, конечно, это... Ну, наверное, пар-десять я готовил всегда. Айдай сюда, Боря. Боря. Ух ты, Боря. Люба Волкова считает Виктора домоседом. А она без привычных дел и в жизни своей не представляет. На пенсии ей не сидится. По-прежнему работает. Ведет кружок для маленьких мастериц. Да еще форум руководит. И двумя ансамблями. И живность на подворье. Две кузочки. Молочком гостей угощает. А оно летом сладкое. Научилась и творог делать, и сыр. Да и сметанка такая, что кто попробовал, не забудет. В казанном подворье самое милое дело, считает она. Пасется себе летом, а на зиму кормок запасать много не надо. Не то, что на подворье у дочери. Ничего только нет. Работает Оля на местном ФАПе. Профессия на селе такая, что в любое время суток надо кого-то спасать. Стариков в жерновке много. И каждый со своими болячками. Хорошо, что супруг всегда выручает надежный и работящий. По профессии строитель. И дом, и сарай. Его рук дело. Материал давали. Все, пожалуйста, стройте. У нас этот афганец в Афгане служил, Илья Сарбаев, он строил. Тогда еще и Витя Пасконный начал, но он не построил до конца. Рома Блиадзе себе. Рома Блиадзе полностью дом тоже. А что выписывали в хозяйстве, чтобы строились люди? Полностью на дом все. Это что? Лес, сосну, кругляк берешь, на пилораме пилили, на доске все. Рамы, ну как, привозили раньше, возили все, ДСП, ДВП, там, ввозди, стекло, все, все. Ну, все давалось. А где-то в июне фундамент залил. Вот июнь, июль, август, сентябрь. А в октябре я их отправил к тещи, один достраивал там отопление, печку делал. Дом большой, крепкий. А вот сарай приходится время от времени перестраивать. Те, что сейчас стоят, уже третий по счету. В основном коров держим. Сколько? Ну, было три. Я и лошадь держал раньше, когда-то у меня кобыла была с жеребенком. Ну, а так три головы, сейчас две головы. Молодняк? Ну, молодняк, естественно, и покупаем, бывает, молодняк. А зачем бычки покупаете? На мясо? Да зачем? Я раньше-то сам косил сено все, рулонили. А сейчас-то не могу, здоровья нету. Я покупаю, просто бычка беру, и, по крайней мере, этого быка я сдам. На это деньги покупаю сено, корма, и то не хватает. Обе буренки принесли в этом году тёлочек, поэтому маленького бычка пришлось купить. Ему сейчас 10 дней. Хозяйка зовёт его мальчик. Три раза в день поет молочком. Вот утро, вечер, обед по три литра. Это до полутора месяцев. Чтобы, если хочешь, хороший, чтобы был хороший приплод, это да. Только так, больше никак. Хозяйка признаётся, с мужем они всегда в одну сторону смотрели. Не сговариваясь, одни и те же жизненные цели себе ставили. А знакомы были с малых лет. В одну школу когда-то бегали. Она младше на два года. А уже где-то в девятом классе она дружила с моей сестрой родной. Ну вот, понравилось. Ну как это ещё, детское всё было. Ну а потом пока отслужил три года. Потом пришёл, так она и приезжать не хотела. Что узнала, что я приехал со службы. Ну а потом, как сказать, на день пограничника, вот как завтра. Мы же в лесу отдыхали, там, собирались, молодёжь всё. Вот и день пограничника и начали дружить с ней. Она в Омске работала, в детской больнице. Ну долго дружили? Ну год, наверное. В девяностом году, год с Сашей прожили мы и сразу купили себе корову. Одну. Ну вот с этого времени пошло. Одну и потом мало, надо две. Потом что-то и три, потому что приносят три телёнка. Одну себе, двух на продажу. Ну так было, даже дошли до четырёх. Но это было так тяжело. Но два года вытерпели. Бурёнки сейчас на опасах, а молодняк во дворе, благо он большой. И трава наросла. Вот бык. Вот через месяц будем его сдавать мы. Ребята, 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 ребята. Вон они. Ай, дайте, ребята, ребята, ребята. Ай, дайте, мои рыбки золотые. Ай, дайте, мои серебряные. Ай, дайте, ай, дайте, ай, дайте. Ещё бы. Вот это чёрное в Новый год. Сели за стол, заходим, мама дорогая. А у нас приплод 1 января. Это девочки, да? Это девочки. Вот почему нынче быка и купили? Потому что это две девочки. Как вам звали девочек свои? Да никак. Девочки, девочки. Ну, всё равно на корову, если вот эту, эту будем резать. А вот эту, может быть, она от хорошей коровы. А может, третьего. Она видна, смотри, по экстерьеру. Да, да, да. Таких вот не оставляют. Вот как красные, да, они длинненькие, такие должны быть. Это больше как на бычка. Да, да, да. Вот у нас, прошлый год мы покупали, в Маскаленке аж ездили за ним. Брали вот этого быка, да. Ну, это какой-то породистый, я забыла, какой он породы. Говорят, за быка около 70 тысяч выручат. И все пойдут на покупку кормов. Ведь в зиму идут две коровы, три головы молотника, да еще поросят собирается приобрести. Вот здесь у нас были всегда поросятки, как в начало мая уже у нас тут и три, и четыре, и пять даже. А нынче вот побоялись мы брать, потому что что-то там в Заомском или возле Омска слышали, что африканская чума пошла. Поэтому, думаю, пока не будем уже, как все пройдет, обязательно, обязательно. Без поросяток не живем никогда. Ага, это вот для себя, для семьи? Для себя, да, для дочери, для себя обязательно. Мы сало потом, сальце зарежем, сальце потом еще увезем, покоптим, либо сами. Да, всегда копчем. Вы на воду будете без сальца? Нет, 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 месяц немножко подождем, уляжется все. Возьмете. Конечно, конечно. На подворье супруги делают все сообща. Вчера капусту высадили, вечером поливать будут. Скоро рассаду в грунт надо будет высаживать, она пока в теплице. Ее тоже построил Саша. На кустиках уже появились первые маленькие перчики. Это заслуга дочери, говорит Ольга. У нее легкая рука, что не посадит, все в рост идет. Огороды подворья Борисовых кормят, как, впрочем, у многих жителей Жирновки. Иди! Давно не виделись с утра. Ему в начале мая был год. Год? Да. Ему год только. Да, да. Сегодня, считает Ольга, и повезло. Затеяла пельмени стряпать. Девчата вызвались после репетиции помочь. У хозяюшек все локо получается. И на угощение гостям хватит. И про запас останется. В холодильнику Борисовых никогда пустынь не бывает. Продукты все свои. В том числе и сливочное масло, которое в мае особенное. Как его приготовить, селяне знают. А вот горожанам на заметку. Конечно, хорошо, когда на подворье есть коровки. Поэтому будет прекрасное масло. Сначала мы их подоем. Тепленькое принесем домой, пропустим. И вот у нас получается такая вкусная сметанка. Потом мы ее берем и вот так нежненько-нежненько будем ждать прекрасного масла. Приготовить такое масло из магазина сливок не получится. Надо брать деревенские. Постоят они день-другой в холодильнике, загустеют. И тогда смело можно приниматься за дело. Вот уже, видите, все, пошла пахта. Кто любит соленое, подсаливает. Ну, я не всегда. Потому что лучше потом подсолить. На масле делаем все. И в супчик. И чайку с утра на завтрак. И также в пелемешки. А тут сейчас будет пахта. С пахты на пахте я завожу булочки. Добавляю дрожжей. Не молочко именно, а вот беру пахту. Дрожжи, яйцо, масло растительное. Булочки прекрасные. А сейчас уже трава пошла, поэтому молочко желтеет и масло желтое. Но это только в мае. Вот в середине мая начинается такое масло. Говорят, в мае самое вкусное масло. Самое вкусное и самое полезное, потому что оно лежит долго. И оно, качество у него очень хорошее. И вот это масло мы, конечно, кушаем, но мы стараемся его отложить в морозилку на зиму. Всегда вот все, пожалуйста, смотрите. Это сколько вы положили сливок и сколько получилось масло? Здесь? Так. Здесь где-то, наверное, 2,5 литра. Сливок. Да, сливок. Сметаны было уже. Густых. Густых. Ну а масло, я тут не знаю, сколько килограмм будет. На глазок. На глазок. Кило 300, кило 200 где-то. Ну, конечно, не столько сока сливок, немножко поменьше. Потом взбитое масло нужно пронять в холодной воде. Причем воду нужно менять несколько раз. Такое масло сильно отличается от, скажем, апрельского. Оно как солнышко, которое поворачивает на лето. Первая травка на пастбище, по которому гуляют буренки, яркая, сочная, витаминная. И молоко, поэтому сладкое. И масло из него тоже как яркое солнышко. На зиму приберечь, да к нему блины испечь. Субтитры подогнал «Симон»!